Субтитры сделал DimaTorzok Давай тебя за руль подводим Собирай Собирай Не гони Собирай 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 Масля Ну что, если пару первых дней не выскочил, то может дальше не выскочить, как ты думаешь? А я почему-то знаю. Я не понимаю, да. Пошли воду наливать. Ну, а ты тут съел что-нибудь, не съел кукурузу, грыз. А, съел? Картошку съел, только кусочек осталось. На тебе картошкину. Скажи, ешь ты и сам. Хорошо, перевоспитывается. Уже лучше. Уже лучше, да. А вот комбикорм-то не ел. Картошку ел. Надо еще принести. Надо еще картошки принести. Картошки несложно принести, у нас ее сколько угодно. Раз он ее так уважает. Ну что, опять у него водичка есть? Опять ненадолго. Долго ли это? Пускай уже сам решает. Опять завтра приедем. Мы так тебе цельную неделю ездить будем. Иди пей. Воду привезли. А, смотри, что я не могу. Папашку. А, смотри, картошки не возрастают. Уже резать не буду. Я думаю, может он ее там Раскусит Не ворочай по юку, она тебе пригодится Крюшка 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 Думает Давай мы его оставим Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девяти Один из картошин Придем посмотрим, сколько съел А выписан, например, у него длинный, как у дикого кабана У вьетнамского он короткий А шерсть, как у вьетнамского Был кролик еще один Дымчатый был Я уже давно-давно его не видел Ушел за этот Иди туда Я сейчас на тебя его нагоню Вокруг, да Вокруг, вокруг, вокруг Был еще один? Да, два было Да, два было Дымчатый был 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 Вы всю фоцелью повытопчете. Лови его. Ложи его на спину. Это значит, ты его победил. Ага. Поймаешь? Ложи, ложи. И успокой, попробуй его. А, видишь? Так, что будем делать? Камеру будем перевешивать? Конечно. Точно? Да, наверное. Если там интернет ловит. А вот это неизвестно. Может он до туда не достать. Пошли на телефоне, посмотрю. Ну что, картошку съел? Ну, до завтра тебе хватит. Завтра я приеду. Если ты не разнесешь сарай до завтра. Поехали, дорогой мой. Тебе еще уроки учить. Он сюда все делал. Почти. Сейчас замри. А? Сейчас замри. В 30 секунду. Это ты ему сказал, замри. Он смотри, замер. Слушается, слышишь? Меня не слушается. Отомри. 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 Я когда здесь вчера воду, ну тут сремонтировал эту кормушку, воду, он на стены лез. Как скалолаз. И да и вот, кстати, надо было бы это сделать. А, и подвысоцкого. Ой, шигурм и свиньев. На стены полезу. На которых еще не бывало. Ну что, пока. Хочешь зайти погладить? Давай. Не надо. Ты нам еще нужен живой. Пойдешь? А если укусить? А я заходе не могу. А так вы вместе выбежите отсюда. Не надо. Не надо этих экспериментов. Не стоит оно того. Вон, через недельку он привыкнет. Дверь я тебе откроем. И гладь его сколько хочешь. Только там на улице. Главное, чтобы еще привык к забору, к пастуху. Если он первый раз его не проскочит, а его щелкнет по носу, то он будет в нем жить. А если в первый раз сходу пройдет, то все. Мне надо будет, если он привыкнет, аккуратненько в руках подвести. Интересно, если бы он сбежал, он нашел дорогу назад или нет? Как ты думаешь? Давай проверим. А нет, Трушки. Какой-то дорогой эксперимент. Видишь? Скалолад. Ты с рук хочешь покормить? Ты что? Поближе покажи, куда дальше. Руки убрать. А нет, он не пойдет. У него же картошка лежит. Он видит запах картошки. То есть не видит. Слышит? Ну, подкинь ему поднос. Только в нос не попадет. Не, снизу бросай. Точно попал. Он уже картошечку перекусил. Он поил в поду воду, чтобы снова дырка шукает. А смотри, это же предыдущие свиньи, как выгрызли. Видишь, это бревно? Угу. И это же домашние были. То, что говорить уже про этого? Это низ уже досками пробит. Вот это, видишь, две доски. А вверх это выгрыжено. Вот там даже видно, как оно в этот вставляется. В лапу соединяется бревно. Но держится. Все-таки делали. Пока. Делали на века. А он знаешь, что сейчас? Мы его светим. Ему виднее. Ага. Я здесь еще не изучил. Здесь еще не копал. Посвети, посвети. Ну, и что, роет. А там пол. Сколько лет здесь уже свиней нету, а пол вот держится и не сгнил. Если бы он сюда прыгал, так, на эту перегородку, он мог, ну, где ты стоишь. Он мог бы и выпрыгнуть. Не мог бы. Этот мог бы. Ты там защёлкнул, ну, защёлкнул, ну, защёлкнул, молодец. Пошли включать пастух, да поедем в обратный путь. А вдруг ты не все уроки сделал, а и тебе еще штук пять осталось? Да, это точно не осталось. Серый, живой, серый. А вон там чёрный сидит. Дымчатый? Уже три. Дымчатый был, это ты видел? Вон там, вон там, маленький дымчатый. Вон там, всё, убежал. Давай мы его... А, это вот этот. Лови, лови его, лови, 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 лови. Всё, спрятался. Всё, не успел ты. А попытка была, но это самка, нам она не нужна. Если платила, значит, пошла бы через язык в пасту. А там у него была... Она хотела уйти через... У неё там выход был. Значит, не пошла, может уже трогала. Выключен же сейчас, электропостов выключен. Сейчас бы её как... Адануло, а то она больше туда не полезла бы. Всё, говори всем, до свидания, мира, имбэй. Будет более стандартный вид. Камеру мы не будем сегодня переносить. Скорее всего, я буду завтра здесь. Мы поедем, вам всего хорошего, до свидания. Главное, мира. Всего доброго. И пока. Так, ну, ещё одна попытка. Ждём. Скорее всего, пробило провод на землю. Вроде изоляция толстая и провод толстый. Потому что уже даже при отключённом, он всё равно пищит. Надо новый провод и немножко по-другому подключать. Я думаю, до завтра потерпит. А к тому времени, когда поросёнка выпускать, мы это починим. Сегодня, прежде чем съездить на хутор, на хуторскую пасеку, поросёнку хуторскому. Мы на моей второй пасеке. Тоже она в лесу. Повернись на лес. Сейчас небольшой осмотр на предмет роевого состояния пчёл. Сколько они тут уже наносили мёда. Ну, напрыск есть. То есть, пчёлки работают, развиваются. Два слова про ульи. Вот эти ульи левицкого довольно древние, считаются очень неудобными. Ну, зато с ними хотя бы стоишь, как человек. Они всё время согнуты, и не тягаешь вот эти корпуса, если мы говорим про корпусные ульи. Ну, правда, для того, чтобы добраться в гнездо, надо разобрать все вот эти рамки, которые сверху. Называются магазинные наставки. Что у нас здесь? Здесь яичка нету, яичка ещё нету. Значит, всё хорошо. Роевого состояния нет, пчёлки работают. А там дальше мы уже окажемся с вами на хуторе. Всё. Всё хорошо, я дальше не пойду, потому что когда роевое состояние, они залепливают своими роевыми маточниками. Всё. От начала до конца везде они есть. А так, большую половину улья прошёл, большую половину гнезда прошёл, маточников нет. Значит, принимаю решение, что здесь всё хорошо, и закрываю. Мне иногда пишут, что зра я занимаюсь вот этим вот лазанием по деревьям, ловлей этих раёв, что отводок сделать намного проще. В принципе, правильно пишут, но мне это интересно. Вот в этой семье, внизу, в нижней части рамок, все рамки с расплодом, поэтому скоро они войдут в роевое состояние. Пока они ещё туда не вошли, я отберу рамок 8 с расплодом, не ищу матку. Куда попадёт матка, там и она и будет. Где матки не будет, там они заложат свищевые маточники и выведут себе другую матку. Ну, или я дам, я увижу, где они заложили свищевые, и я дам, у меня есть хороший материал, и я дам свою матку, они мне выведут. Вот, рамки почти уже залиты полностью, осталось запечатать. Так что скоро будет мёд. Это моим постоянным клиентам. Потому что расширять, вот от улей нету, это многокорпусный, можно расширять хоть до 12 этажа. Здесь же нет, здесь есть ограничения. Ограничения это размеры улья. Ой. Вот, им некуда расширяться, они строят вот такие языки снизу. Поэтому сейчас, сколько тут рамок будет, столько... Вот, полная рамочка с мёдом. Осталось только запечатать. Скоро будет мёд. Если отсюда матка попадёт сюда, это будет ещё лучше. Расхода сейчас очень много, и матка в принципе сейчас здесь даже и не нужна, я бы сказал. Ну, эту молодую я оставлю здесь, а туда отберу все старые. Тем самым я ещё обновлю здесь гнездо, ну, рамки. Всё, пока всё. Ещё немножко пчелы возьму прямо с рамок. Чтобы они не взлетали, их сбрызгиваю. Ну, и... Этого уже, в принципе, нечего, но... Всё. Вот так у нас образовалась новая семья. Есть у них матка, нету. Это будет видно по... по маточникам. Где заложат маточники, там матки нет. О, какой хороший раёк получился. О, какой хороший раёк получился. С этими улями вроде работать попроще, но надо совсем другая система. Вот матку закрыл в верхнем корпусе. Заложили маточник. Ну, понятное дело, что он не старая, не молодая, матка отсюда не выйдет, потому что стоит разделительная решётка. Матка немножко крупнее по размерам, и поэтому можно вот такие решётки ставить и её закрывать в нижнем или верхнем корпусе. Вот сколько их. То есть состояние роевое. Но выйти они отсюда не могут сроиться. и что они будут делать, я не знаю. Один... О, маточное молоко. Очень ценный продукт. Он кислёж. Добавить в миску. Так лучше. Ладно. Осталось пару ульев и поедем на хутор. Сейчас я его пересажу вот в этой мой мой пчелиный домик для сна на пчёлах. Вот здесь у меня не хватает улья. И вроде можно полежать, и всё хорошо, но ноги мёрзут. Потому что пчёлы, так же, как и люди, содержат своих пчёл, своих семей при температуре 35-36 градусов. Те пчёлы, которые здесь взлетят, они здесь и будут кружиться, а я потом эту ловушечку уберу и они пойдут в ближайший литок, то есть туда. Ой! расплод выйдет, и пчёлы будут довольно быстро набирать силу. Потом при осмотре местных пчёл я сюда отберу запечатанный расплод, тем самым подселью и они наберут силу. Всё, я быстро пересаживаюсь и мы продолжаем свой путь сегодняшнего путешествия и едем на хутор. О, матка попалась, смотри. Вот там искал, искал, не нашёл. Но это хорошо, матка уехала сюда, это прекрасно. Потому что они так и спокойно себя ведут, потому что думаю, что они меня не грызут. У них матка есть, всё у них хорошо. Я их ставлю сюда, матку вырумируете, и они с маткой, а там они выведут себе новую матку. Там у них очень много расплода, она там пока не нужна. Вот так дымом немножко направить их, и они сейчас зайдут. Матка у них есть, они сейчас зайдут, почувствуют. И будут очень спокойны. Да и так, пчела, заметьте, очень спокойно. Да, очень. На, я пошёл. Да, давай. Вот когда они заходят в улей, они лапками держат, а крылышками машут, как бы спрашиваются. Если я правильно помню, что читал, там у них открываются какие-то желези, и пчёлки пустят даже в эту семью, любую пчелу с любым запахом. Там у них что-то открывается. то есть вот это вот, вот как эта пчёлка делает, вот она стоит, лапками держит и крылышками машет. Она просится, спрашивает о улей. Пью кофе и уезжаем. Да, вперёд! Вперёд! Ох ты! А довольный! Довольный! Да молодец! Молодец! Ой, такой хороший! Вот такой хороший! Собака! Хороший! Такую морду! Всё, вместо! Ну вот мы уже и на хуторе. Начинаю с обхода сарайчика. Вроде бы стена на месте, подкопа нету. Эта стена на месте. Ну, значит, скорее всего он там. Хрюшка! 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 Привет! Хрюшка! Спокойно лежит, отдыхает. И ты какой-то поспокойнее стал? Это хорошо! Хрюшка! 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 Не достаю. Ну, раз ты сарай не развалил за столько дней, то скорее всего он выдержит. Бревно! Я сейчас у тебя это заберу. Хотя оставлю. Тебе будет чем играться хоть. Хрюшка! Хрюшка! Не дают тебе пока подругу. Плохо твой сородич работает, сказали. Прикинь, сколько будет проблем, если она приедет и ничего у нее не получилось до этого. Ты помочь ей ничем не можешь. Так что придется или кого-то везти, или опять ее вывозить. Это же куча делов. Так что ты уж подожди. Скоро ты будешь не один и скоро у тебя откроется та дверька. Потому что ведешь ты себя намного спокойнее. Усилю поилку еще, пока нормальная не приехала. Вот так я уже оковал эту канистру со всех сторон. Скручено. Мне бы предлагали электропастук на нее подключить. Ну да. Тогда бы он ее не трогал. Превушка. 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 Бревно тебе оставляю. С ним играйся. Терпи еще пару дней. Ящик я забираю, в котором ты катался. По-моему, он хочет сигануть между ног. У меня ворота открыты, калитка. Но если я приеду, ты уже сейчас эту канистру перевернешь, ну то не знаю. Тогда я тебе сварю металлическую и прикручу ее к стене. Так. Ну что. Хрындель наш живет. Стены не разломал. Если за эти пару дней не разломал, то скорее всего они останутся целые. Все-таки строили на века. По поводу содержания. Может быть там не очень его. Тут все хорошо. Это свинарник. Кого-то это удивляет, но так содержались свиньи с веками. Сделано все добротно. Пол пока не сломал. Стены не вывалил. Дверь. Вот ту, которая сбровен, тоже не вывалил. Калитку вот эту, которая вроде кажется, что не очень надежно сделана. Тоже держится. Рассчитано здесь было на больших свиней, таких по 200 килограмм. Вот. Поэтому такой небольшой порсючок здесь беды пока не наделал. Я надеюсь, еще и не успеет. Вот. Дима рекомендовал его не кормить, а кормить только по приезду. У него всю еду еще пока не съел. Комбикор у него есть, как видели. Картошка есть. Воды у него всегда вываливает. Поэтому я езжу каждый день сюда. Без воды он здесь не сидит. Кто-то пищит под полом. Тут под полом живут кролики. кролики. Слышно, шкрябаются. Молодежь? Нет, неизвестно. А может не здесь, под полом, может там. Но где-то, где-то в этом районе кролики живут. Ладно, вот так прошло еще два дня. Завтра, скорее всего, не скорее всего, точно, я опять здесь. Ну а через несколько дней, я надеюсь, я уже сюда привезу еще одну хрюшку и на этом хрюшку будет веселее. О, кролик был. Травы. О, сейчас пойду там травы скажу. Вот тебе. Не любишь ты снитку на тебе пырой. Слышите? За стеной кто-то скулит, кто-нибудь. Это кролик. Я думаю, он слышит эти звуки. И он понимает, что он здесь не один. Где-то у него есть соседи. Но он пока еще с ними не познакомился. Вот, да-да, это твоя дверь. Скоро ты туда будешь ходить. Все, пошли дела куяка. Все, я понял, какая тебе нравится трава. В следующий раз на кашу еще такой. Может ты и тут ел или затоптал. Кто-то знает, где она. Слышит, что-то скулит. Вот здесь где-то в этих поддонах где-то кто-то шумит. Знаете, тут кто-то живет. Что у нас тут? Норы засыпаются, новые отрываются. Жизнь бурли. Ну, еще денек-другой и я буду его выпускать. Когда я буду выпускать, я уже приеду сюда, останусь на ночь, чтобы посмотреть, как он убегает. О! Не знаю, слышно, не слышно. Тут кто-то хрюкает тоже. значит и тут кто-то живет. Значит, основной провод, которым был раньше подключен электропастух, он и шел в земле. Ну, вроде хорошая изоляция, 2,5 квадратов. Или он просто пробил, или его мыши прогрызли, я не знаю. Сейчас я вот пустил воздушку и вроде бы все работает. То есть, два пастуха сейчас будет подключена. Все, я поехал. Вам всего хорошего. До свидания. Главного вам мира. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok